Бутовский полигон Клевете посвящена 10 ступень Лествицы. В книге о том, как стать настоящим человеком. Кто-то погибает, где-то разваливаются семьи, где-то происходят еще более тяжкие какие-то последствия. Из-за клеветы человек пытается извлечь какую-то пользу себе. Но эта польза в человеческом понимании, она оборачивается несчастьем для другого человека. То есть в клевете полностью отсутствует любовь. Преподобный Иоанн, Игумен Синайской горы. Лествица. Десятая ступень. О злословии и клевете. Вот первая строка этой десятой ступени о злословии и клевете. В злословии есть исчадие ненависти. Тонкий недуг, большая, сокровенная и таяющаяся пиявица, которая высасывает и истребляет кровь любви. Где есть клевета, там нет любви. Там нет ненависти. Эта глава Лествицы открывает невероятное, как часто мы, не замечая на самом теле, клевещим на другого человека. Но прежде святой Иоанн обнажает и причины, и следствия клеветы. От ненависти и пометозлобия рождается злословие. А вот следствие. Злословие – причина осквернения и отягощения сердца, истребления чистоты. Я уверен, что все те, кто клеветали на этих людей, которые фабриковали эти дела, все закончили тоже страшно. Может быть, здесь же кто-то. Или на таких же местах массовых расстрелов, казни, захоронения. А может быть, дожили до глубокой старости. Да. И было у них по человеческим понятиям все хорошо. У них мог быть холодильник. И, скорее всего, был холодильник. Гребезжащий и наполненный. Была крыша над головой. Были дети, внуки. У кого-то обязательно это все было. Но не было спокойствия. Не было меры. Клевета лишает мира. Да. Да. Ведь с любовью уходит не только любовь, не только жизненная сила. Уходит та изюминка, ради которой, в общем-то, хочется жить. В отличие от просто лжи, клевета врет про другого человека. И врет публично. В каком-то смысле, с клеветы начиналась история и слава христианства. Памятник этой клевете арена мучеников римских колизей. Он возник на месте, где император Нерон задумал построить свой дворец. Но жившие здесь римляне не хотели расстаться с элитными землями. Тогда Нерон просто поджег эти районы города. А следом, в духе нынешних телеграм-каналов и интернет-анонимов, родится первый чудовищный информационный вброс. Христиане сожгли Рим. Да, христиане сожгли Рим. И вот именно Нерон здесь возводит этот клевет. Ему надо было отвести подозрение от себя, потому что все поняли, что это он. Он обвиняет христианам. Кто тогда были христиане? Какая-то небольшая была секта. Секта, которая никому не была понятна. Секта иудейская. К иудеям тогда не так уж хорошо относились в те времена. Но с этой клеветы начнутся первые массовые гонения на христиан с 64-го года. С шаткими паузами они будут продолжаться почти три века. От императора к императору только увеличиваемый масштаб преследований. Колизей, который построят на месте выжженного якобы христианами города, станет ареной публичных и чудовищных по своей жестокости казней христиан. Под улюлюканье, обманутой клеветой толпы, тут все утонет в крови мучеников. Это было мучение вдвойне и тройне, потому что они еще слышали, опять же, клевету чудовищную в свой адрес, в адрес Христа, в адрес Бога, вот с этих трибун. И тогда казалось, что эта клевета побеждает, что она правда. Так всегда оно бывает. Что такое клевета? Это личная выгода. Когда человек начинает на другого что-либо наговаривать, думая получить себе какие-то баллы и очки, а на самом деле проходит время, и правда всегда восторжествует. Клевета – это как пар. Клевета – это как грязь, которая обязательно смоется. Она и смывается. Очень часто смывается кровью клевета. Клин клином – это только прикол кедров. А в духовном плане нельзя отвечать зуб за зуб. Как две тысячи лет назад в Риме, так и сегодня. Клевета – публичная ложь о церкви – предваряет и сопровождает все гонения на христианство. Эта клевета может быть крупной, когда на нее работает весь мощный государственный аппарат, как было последний раз в России совсем недавно, после революции и с перерывами все следующие 70 лет. Или более жидкой, как сегодня врут о людях церкви и даже патриархи в шуме социальных сетей. Кто-то скажет, что есть некие люди, группа людей, у которых такая вот цель – уничтожить церковь или ее как-то дискредитировать. Возможно, они действительно есть. И даже, скорее всего, они есть. Об этом совершенно замечательно сказал в свое время священномученик Иларион Троицкий. Он постригал одного монаха, постриг, и после пострига сказал слово, как положено. Мир для себя самого давно счел излишними все нравственные, моральные нормы и требования. Но к монахам мирской суд очень строг. На этом суде спрашивают только о звании. И когда слышат «монах», тут же присуждают к позору и бесчестию. Слово «монах» здесь можно заменить на христианин. И сказать то же самое, это будет справедливо. Вот священномученик Иларион говорит о причине такого явления. Она в том, что мир для себя счел излишними все нравственные требования. А христианство призывает, в общем-то, к нравственности. Но последствия у любой клеветы одинаковые. Это всегда публичные действия. Но это не орудие внешнего поражения. Это орудие внутреннего разрушения. Это та взрывчатка, тот динамит, который разрывает человека нравственно внутри полностью. Хотя метят чаще всего во внешнее как раз. Он думает так. Но разрывается эта бомба в руках человека. И эта бомба разрывалась в руках у всех клеветников. Рухнули и истлели все режимы, гнавшие христиан. Как погиб нелепо и страшно первый государственный гонитель Христа, император Нерон. Причем на подмозгах в театре упал на меч. И всем казалось, что это представление. А это была большая-большая клевета. Так рассыпается любая клевета. Но прежде чем умрет, норовит погубить тех, кто ее слышит. Очень важно не поверить в клевету самому. Очень важно, чтобы клевета не коснулась твоего сердца. Знаете, очень часто говорят, а вы не боитесь, что вас там обворуют в храме или еще что-то такое? В храме, мы всегда говорим, невозможно обворовать храм. Бог поругаем не бывает. Можно обворовать себя, если ты что-то унесешь из храма. И клевета – это тоже, когда человек, казалось бы, делает хуже другому, но уничтожает полностью себя. Так было и с самым первым клеветником на Христа, одним из его двенадцати учеников – Иудой. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите, почиваете? Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, рави, и поцеловал его. Это произошло здесь. Наверное, здесь прозвучала самая известная в истории клевета. Вот в этих словах – радуйся, рави. Да, это место трагедии. Это место и нашего спасения, и место трагедии. И нам, конечно, стоя и здесь, в Гефсиманском саду, очень важно выбрать, с какой-то стороны. Справа или слева. Ты пришел с оружием и дрекольями, или ты пришел победить этот мир смирением и кротостью? Вот именно здесь, наверное, как-то это все определяется. Здесь все. Причем удивительные слова Иуды. Радуйся, рави. Чем удивительные? То, что он призывает радоваться своего учителя. Он, конечно, этого не понимает, но действительно это, наверное, радость. Он не в предательстве, а в том, что начинает свершаться. А свершаться начинает наше спасение. Совершаться именно то, через что, в общем-то, мы потом приобретем возможность вхождения в Царствие Небесное. Отсюда Христа под стражей введут в Иерусалим. Сюда, во двор первосвященника Каиафы. Здесь его будут судить. И вся вошедшая в Евангелие стенография этого незаконного процесса – это слова лжи и клеветы. В общем, все же было высосано из пальцев. Но с того момента, как зло вошло в мир, как дьявол соблазнил Еву на яблоках, клевета, она, в общем-то, служительница зла. Клевета не терпит добра. Клевета не терпит Бога. И вдруг Господь сам приходит в этот мир. Это естественно, что мы так и говорим, что клеветник есть кто? Отец лжи. А после будет эта темница. А клеветанный Бог ждал здесь своего распятия. Здесь не было такой комфортной лестницы. Здесь была одна только вот эта дырка, куда бросали узников или потом оттуда доставали. Здесь не было света. Они сидели в полной темноте. Вот там, куда спускаемся, там была полная темнота. Здесь были еще, наверное, какие-то факелы. Но вот здесь была полная темнота. И здесь располагались узники. Вот здесь они сидели, лежать. Мы можем представить, вот здесь такие цепи, куда их привязывали. А, да, да, да. Вот от них осталось. Да, да, вот. Привязывали цепи. Это, наверное, буйных так к ним относились. А теперь представим, что здесь полная темнота. Неизвестно, сколько народу. Сюда бросалась еда, какие-то, наверное, остатки. Здесь узники ожидали своей участи. Это очень страшно. Когда выносился приговор, открывался этот верхний люк, выкрикивалось имя, и человек с радостью отсюда уходил на смерть. Потому что то, что творилось здесь, стоны, болезни, гниение, раны, это было ужасно. А вот здесь было отхожее место. Людям же надо было куда-то испражняться. И вот туда было испражнение. Туда все стекало. Все это гнило, запахи. А теперь сюда почему-то туристы бросают деньги. Потому что подобное тянется к подобному. Темнота цвет клеветы. Но святой Иоанн Лествичник открывает, что в этой темноте мы сами постоянно, мы постоянно клевещем, причем незаметно для самих себя. Лествица на этой ступени уравнивает клевету и осуждение. Потому что осуждаем и почти всегда не знаем всей правды о человеке, о котором судим. А значит, клевещем на него. И осуждая даже подражаем Иуде. Услышав, что некоторые злословят ближних, я запретил им. Делатели же сего зла в извинении отвечали, что они делают это из любви и попечения о злословимом. Но я сказал им, оставьте такую любовь, чтобы не оказалось ложным сказанное. Если ты истинно любишь ближнего, как говоришь, то не осмеивай его, а молись о нем втайне. Ибо сей образ любви приятен Богу. Станешь остерегаться осуждать согрешающих если всегда будешь помнить, что Иуда был в соборе учеников крестовых, а разбойник в числе убийц. Но в одно мгновение произошла с ними чудная перемена. Здесь же, в этой главе. Никогда не стыдись того, кто перед тобой злословит ближнего. Но лучше скажи ему, перестань, брат, я ежедневно падаю в летейшие грехи и как могу его осуждать. Ты сделаешь таким образом два добра и одним пластырем исцелишь и себя, и ближнего. Это один из самых кратких путей к получению прощения грехов. То есть, чтобы никого не осуждать. Ибо сказано, не судите и несудимо будете. Оказывается, клевета и осуждение – это братья. Да, братья. Одно ведет к другому. Человек начинает осуждать, и рядышком клевета. Человек начинает хитрить, и рядышком клевета. Человек хочет получить какой-то себе комфорт, и опять рядышком клевета. Небольшая, маленькая, а может и гигантская, но клевета. Вот снова и снова лествичник об осуждении. Видал я таких людей, которые тайно и скрытно соделывали тяжкие согрешения, а между тем, считая себя лучшими других, безжалостно нападали на тех, которые увлекались в легкие, но явные проступки. Святой Иоанн открывает, что суждение способно обнулить всю прежнюю, пусть и благочестивую жизнь. Человеку убийцы, бесы побуждают нас или согрешить, или, когда не грешим, осуждать согрешающих, чтобы вторым осквернить первое. Бесы – это падшие духи. Мы это знаем из Священного Писания, из предания Церкви. И они, основываясь на отрицательных сторонах нашей души, пытаются нами манипулировать. Это такие же манипуляции, которые происходят сегодня в социальных сетях. Это манипуляции, которые может один человек применять к другому или даже к целому сообществу. Это ложные, нечестные, имеющие далекие последствия манипуляции, которые человек должен научиться понимать, видеть, различать и в отношении которых должен вовремя защищаться, выстраивать некую преграду между теми, кто пытается им манипулировать и собой. Мы, наверное, хорошо понимаем и видим, как часто либо в СМИ, либо в каких-то сообществах, особенно это в сектанских сообществах, очень явно выражено. Один человек пытается манипулировать своими адептами. Так же и бесы пытаются манипулировать человеком. Вот видел я согрешившего явно, но втайне покаявшегося. И тот, которого я осудил, как блудника, был уже целомудрен у Бога, умилостив его чистосердечным обращением. То есть не суди, он говорит. – Грех никогда не приходит один. Грех – это такой паровозик. Такой вот прям целый состав из разных грехов. Вот все даже смертельные грехи, смертельные страсти, можно так назвать, они вытекают одна из другой. увидел и осудил, он говорит, блудника, да? А тот уже покаялся, а я все равно готов его исправить и все братья сказать, слушай, это блудник, это тот. То есть мы очень часто вторгаемся в ту область, которая нам вообще не подвластна. Очень часто это не наше дело. Очень часто вот наши суждения, они вообще не имеют отношения к реальности никакой. Но мы себя что-то накручиваем, мы себе что-то такое придумываем и начинаем это выдавать за правду. Ева увидела плод, ей сказали, так он же хороший, приятный для глаза и стала, в общем-то, его вкушать. То есть, если бы она сказала, не-не-не-не-не, Бог сказал нет, значит нет. И точно так же и мы. Нам сказано, не судите, да не судим и будете. И говоря об осуждении, лестничник выводит один из великих духовных законов, фраза, ставшая, наверное, самым громким афоризмом всей лестницы. За какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадем сами. И иначе не бывает. Старица. Здесь заканчивались дни одного из самых оклеветных людей нашей истории, первого русского патриарха Иова. За непризнание лжедмитрия его свергли с первосвятительского престола и отправили в ссылку в родной Старицкий монастырь. В реакции на это Иова может быть главный пример для нас, как реагировать на клевету. Он нам прославлено церковью именно как пример того, как мы должны отвечать на зло. Это особенность духовных людей все, что с ними не происходит, отправлять себе в пользу. Делать так, что это будет потом для них плюсом. Чтобы лукавый, какие бы подножки он не ставил, какие бы он каверзности не предлагал человеку, и в какие бы страдания его не загонял, все это для духовного человека, а в последующем и для святого человека будет только плюсом. Патриарх Иова, можно так сказать, обворовали, его оклеветали так, что, в общем-то, не заложили с того места, где его, конечно, легче было бы спасти. С того креста, с которого, в общем-то, он смиренно, скажем так, его снимают, и он смиренно принимает это. Но другой крест, не менее тяжелый, на него возлагается. Из житий разных святых мы видели, что они очень часто смирялись перед тем, в чем их обвиняют, вернее, смирялись перед обвинителями, тогда, когда это не касалось основ веры. И очень часто клевету принимали с молчанием и даже несли на себе последствия этой клеветы. Но проходило время. Молитва, терпение и время переворачивали все. И тогда эти оклеветанные люди представали не только перед Христом, на Его суде, перед Его нелицеприятным взором, но и перед людьми уже здесь, в совершенно другом виде. Да, это всегда жертва, да, это всегда мучение, может быть, даже. Это переживание, это трудно. Но Бог не даст пострамить верных своих. Если не в этом веке, то в будущем точно. И этот подвиг смиренного принятия того, что является несправедливым, он человека преображает. Он возводит его в мир возраста Христова. Под финал этой главы Лесточник говорит совсем прямо. Судить – значит бесстыдно похищать сан Божий. Сан Божий – это то состояние человека, которым он наделен от Бога. Любые дары, любые положения – священник, клерк, простой крестьянин, не знаю, там, шоумен, актер, там, чиновник или какие-либо офисный работник, может быть, служащий в фабрике или заводе – это все сан Божий. Семейный, холостой – это все сан Божий. То есть то, в чем призвал Господь человека или к чему призвал Господь человека, в чем этот человек спасается, клеветник начинает это марать, начинает это нивелировать, начинает делать так, что это становится незначимым или даже пытается выставить в отрицательном каком-либо виде. И вот тогда это и есть воровство. Он дальше говорит еще более жестче, что тот, кто судит, он погубит свою душу. Суд – это вообще не наше дело. Суд – это дело Божье. Мы не имеем права кого-либо судить. А если не осуждать, то тогда, похоже, в тебе родится внимание к себе самому и собственным, а не чужим грехам. А это условие, без которого эту ступень лествицы не пройти. Навык осуждать побеждается по лествичнику искренним покаянием. Как огонь противен воде, так и кающемуся не сродно судить. Если бы ты увидел кого-либо согрешающего даже при самом исходе души из тела, то и тогда не осуждай его. Ибо суд Божий неизвестен людям. Некоторые явно впадали в великие согрешения, но большие добродетели совершали в тайне. И те, которые любили осмеивать их, обманулись. Клевету, ложь, обман, осуждение на самом деле можно победить и оправдаться только кротостью. Кротостью? Да. Если клевета на тебя не имеет оснований под тобой, ты даже не среагируешь. Ты даже, в общем-то, скажешь, ну, это полная ерунда. Ну, ты вот, он что-то, ну, хочет себе какую-то выгоду, еще что-то такое. И вот здесь, я считаю, только кротость, только смирение может победить клевету. Ты пройдешь какое-то время в этом осуждении, в этом человеческом презрении, но потом все равно все, скажем так, явится. Надо помолиться об этом человеке. Вот вы сейчас это говорили, эти могилы, вот эти бугорки, это же могилы, где похоронены жертвы, расстреляны здесь. И храм уже вырос. Один там стоит, другой храм, два мучеников. Кротость, в конце концов, и молитва победили. Победили. И имена их все мы знаем. И все имена всех погибших мы знаем. Мы знаем. А имена убийц не знаем. Не знаю. И слава Богу, что мы их не знаем, чтобы и нам не впасть в осуждение. Мы ничего не знаем. Дай Бог, чтобы вот это незнание послужило нам во благо, а не в примитив какой-либо. Субтитры создавал DimaTorzok